Вначале было слово Здравствуйте, друзья! В эфире передача, посвященная церковно-славянскому языку. Поскорее собирайтесь, мы начинаем наш урок. Как всегда, вначале помолимся Богу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Сегодня, ребята, мы продолжим наш разговор о словах на букву «червь». Давайте поближе познакомимся со словами, которые относятся к нашему православному богослужению. Начнем с богослужебной книги «Часа слов». Вот она у меня в руках. Без этой небольшой, скромной на вид книги невозможно совершение богослужения. В ней вкратце изложены все службы, которые совершаются в храме за день, кроме литургии. Они так и называются – службы дневного круга. Какие это службы? Вы их знаете. Давайте-ка перечислим основные. Полуношница, утрення, вечерня, великое и малое повечерие. А еще часы. Думаю, теперь вы догадываетесь, почему эта книга называется «Часослов». Потому что основное место в ней занимают часы. Особые краткие богослужебные последования. Всего их четыре. Первый, третий, шестой и девятый. Почему же они исчисляются именно в такой последовательности? В Древнем Израиле ночь разделялась на четыре стражи. Потому что воинская стража сменялась каждые три часа. А день, в соответствии с движением солнца, на четыре так называемых часа, которые позднее, в соответствии с римским счетом времени, стали называться первым, третьим, шестым и девятым. Службы часов состоят из трех псалмов, нескольких тропарей и молитв. И на каждом часе они посвящены священным евангельским событиям, происходившим в соответствующее время. Например, служба первого часа совершается после утренней и освящает молитвой наступивший день. А еще на первом часе вспоминается о том, как Спаситель предстоял на суде первосвященника Каяфы, был оболган и осужден. На третьем часе перед литургией вспоминаются страдания, которые Спаситель претерпел на суде у Пилата, а также сошествие Святого Духа на апостолов. Вот какой тропарь, посвященный этому событию, звучит на третьем часе во время поста. «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим неспославый, того благий не отними от нас, но обнови нас, молящихтеся». Давайте переведем вместе. «Господи, неспославший в третий час Твоим апостолам Пресвятого Твоего Духа, Его благой не отними от нас, но обнови нас, молящихся Тебе». Шестой час звучит в храме сразу за третьим. Он посвящен распятию Господа нашего Иисуса Христа, Его крестным страданиям. А на девятом часе, который читается перед вечерней, мы вспоминаем крестную смерть нашего Спасителя. Вот так службы часов, в честь которых названа книга «Часослов», обнимают весь последний день земной жизни нашего Господа. В обычные дни часы в храме читает чтец – благочестивый, грамотный, любящий богослужения человек, которого специально благословляют исполнять это послушание, читать за богослужением. Ну, конечно, если у него есть к этому способности. Чтецов называют еще «пономарями». В древности, ребята, часослов был первой после букваря книгой, по которой учились читать даже дети. И так человек с ранних лет познавал строй церковного богослужения, запоминал основные молитвы. Ну, а теперь давайте подумаем. Какие еще слова на букву «червь» ожидают нас в храме? Вот «чаша» – священный сосуд. Мы уже знаем, как он называется по-гречески. Помните? «Патир». «Патир» называется «чашей спасения». Перед причастием поется «Чашу спасения прийму и имя Господне призову». Потому что именно в этом сосуде вино с водой во время литургии прилагается в кровь Христову. Именно из чаши мы причащаемся святых Христовых тайн, чтобы стяжать жизнь вечную. И еще одно слово мне хотелось бы вам сегодня напомнить. Оно хоть и весьма устаревшее, но давно вам знакомо. Ведь ежедневно оно звучит в наших молитвах, когда мы читаем символ веры. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь. Что значит «чаю чаете»? Это удивительное слово выбирает в себя одновременно несколько близких значений. Ждать, чувствовать наперед, надеяться. Все эти чувства соединяются в нем воедино, обозначая нашу веру и надежду на воскресение и вечную жизнь с Богом. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами, друзья. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. И да хранит вас Господь.